Всем привет! В этом видео рассмотрим топ-10 лучших фильмов про войну. И хотя большинство этих фильмов основаны на реальных событиях, в них, конечно же, присутствует определенная кинематографичность и преувеличение. Но что их объединяет, так это демонстрация боевых действий с присущими им жестокостью и бессмысленностью, под предлогом необходимости выполнения своего долга различными армиями мира в разные временные периоды. Итак, на 10 месте «Говорящие с ветром». Этот американский фильм 2002 года режиссера Джона Ву повествует о боях морских пехотинцев США из 4-й дивизии за японский остров Сайпан в годы Второй мировой войны. В главной роли Николас Кейдж. В основе реальные события про использование американцами в качестве радистов-индейцев Навахо для шифровки сообщений и невозможности их дешифрования японцами ввиду незнания языка индейцев. Вперед, вперед, вперед! Девятое место занимает фильм «Сталинград». Из названия становится понятно, что фильм рассказывает об одной из самых кровопролитных битв Второй мировой войны. Созданный в 1993 году режиссером Йозефом Фельдсмайером, он отличается от других фильмов тем, что снят про немецких солдат. В фильме хорошо показан переход от победоносных боев в Европе к мясорубке городских боев Сталинграда глазами обычных немецких солдат из 6-й армии. На восьмом месте письма Севадзимы. Созданный в 2006 году режиссером Клинтом Иствудом, этот фильм не про победоносные бои американцев на Тихоокеанском фронте. В нем глазами японцев показана оборона 109-й дивизии императорской армии, острова вулканического происхождения Иота, либо Ивадзима. Учитывая, что отступать японцам было некуда, поддержка отсутствовала, они сражались до последнего, так как кодекс чести не позволял им сдаваться в плен. Огонь! Кстати, этим же режиссером снят фильм «Флаги наших отцов» про бои за этот остров, но уже глазами американцев. Седьмое место занимает российский фильм «Чистилище». Созданный режиссером Александром Невзоровым в 1997 году, он повествует про штурм российско-объединенной войсковой группировки Грозного в период осени 1994-го и зимы 1995-го года на начальном этапе Первой Чеченской войны. Картина снята в натуралистической манере и изобилует крайне жестокими сценами насилия, поэтому рекомендуется к просмотру лицам, достигшим 18 лет. События фильма разворачиваются вокруг боев за комплекс городской больницы в Грозном. Хотя в реальности бои шли за железнодорожный вокзал, в фильме хорошо показаны ужасы той войны. Могут задолбить! Прижми их там к полу! За мной-то! Прыгай-ка! За мыло ночлево! На шестом месте еще один российский фильм «Девятая рота». Созданный в 2005 году режиссером Федором Бондарчуком, он рассказывает про события афганской войны, произошедшие в начале 1988 года, во время операции «Магистраль», когда десантники 9-й роты 345-го отдельного парашютно-десантного полка приняли бой у высоты 3234. И хотя в реальности события происходили совсем по другому сценарию, в фильме неплохо реализована атмосфера того времени. Учебка времен СССР перед отправкой в Афган, охрана дальних сторожевых застав, нападения на караваны, бои в ущельях – все это можно увидеть в этом фильме. Откуда дом? Пусть! Ложись! Ого! Что ты твой? Пятое место занимает фильм «Мы были солдатами». Созданный в 2002 году режиссером Рэндаллом Уоллесом, этот фильм рассказывает про сражение в 1965 году между 1-м батальоном 7-го кавалерийского полка 1-й кавалерийской дивизии США и Северо-Вьетнамской армией в долине Ядраны. Является одной из наиболее жесточенных, кровопролитных и часто упоминаемых битв Вьетнамской войны. В главной роли Мел Гибсон. В фильме достаточно реалистично показано использование американцами новой военной тактики, в частности массовое использование вертолётов Хьюи и применение авиации Напалма. На четвёртом месте «Афганский злом». Если вы хотите посмотреть настоящий фильм об афганской войне, а не вымышленную девятую роту Фёдора Бондарчука, то этот фильм для вас. Созданный режиссёром Владимиром Бортко в 1991 году, он рассказывает про период вывода советских войск из Афганистана. Считается одним из самых реалистичных фильмов про Афган. Здесь показаны бомбёжки кишлаков, дедовщина, поставка советскими войсками-маджихедам боеприпасовое оружие в обмен на свободный вывод войск, неоправданные потери, перевозка груза-200 и другие правдивые эпизоды войны, о которых предпочитают сегодня не вспоминать. На третьем месте «Афганской войне» На третьем месте один из моих любимых фильмов про войну «Падение чёрного ястреба». Созданный в 2001 году режиссёром Ридли Скоттом, этот фильм основан на реальных событиях. Он повествует про сражения в ходе гражданской войны в 1993 году в столице Сомали-Магадиша, между американским миротворческим контингентом в составе рейнджеров, а также спецназа «Дельта», и бойцами милиции и гражданского ополчения, подчиняющегося самоправоглашённому президенту Сомали Мухаммеду Фараху Айдиду. Городские бои в Магадиша унесли жизни 19 американцев и более 1000 сомалийцев. Актёрский состав в этом фильме один из лучших во всём кинематографе. Также справедливости ради следует сказать, что в фильме не показана роль малазийцев и 7-го полка пограничных сил армии Пакистана, которые в реальности пришли на помощь американцам. Второе место занимает один из самых известных фильмов про Вторую мировую войну, «Спасти рядового Райана». Эта военная драма, созданная в 1998 году режиссёром Стивеном Спилбергом, реалистично показывает десантирование 2-го батальона рейнджеров США в 1944 году в Нормандии на пляже Амаха-Бич и дальнейшее продвижение солдат вглубь территории Франции. В главных ролях Том Хэнкс и Мэтт Дэймонд. Кроме высадки в Нормандии, в центре сюжета оборона стратегически важного моста в городе Раммель. В целом, в фильме реалистично воссозданы события того периода с использованием различной техники танковой авиации. Ну и наконец, на первом месте самый лучший фильм про войну «Взвод». Созданный в 1986 году, этот фильм был снят ветераном Вьетнама Оливером Стоуном, непосредственно принимавшим участие в военных действиях. Действие фильма происходит в 1968 году в Южном Вьетнаме на границе с Камбоджей. Основой сюжетной линии является история одного взвода в составе 25-й пехотной дивизии США. В главных ролях Чарли Шин, Уильям Дефой, Том Беренджер. По сюжету фильма, рядовой Крис Тейлор в ходе службы во Вьетнаме сталкивается с внутренними конфликтами в своем взводе, в частности с противостоянием между двумя сержантами. По мнению кинокритиков, взвод наиболее соответствует реальным событиям вьетнамской войны. Конечно, этот рейтинг довольно субъективен. Если вам известны другие интересные военные фильмы, которые могли бы войти в этот топ, пишите о них в комментариях. Если понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Смотрите другие ролики на канале про топ-10 самых популярных пистолетов Второй мировой войны, стрелковое оружие США во Вьетнаме и оружие Советского Союза в Афганистане. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok